в двух словах хотя бы начать с того что кто тебя представляет вот сотовая земля как она вообще какая структура это такое там буквально минут на пять отлично так значит ну самое первое что эти знания сотовой структуре были известны как я всегда говорю задолго до меня то есть я всего лишь озвучиваю те древние знания которые по ряду причин были от нас скрыты как минимум на протяжении 200 лет любой человек который изучает органику прекрасно знает что весь мир состоит из сот как и на микро уровне так и на макро уровне куда мы пальцем не кнем все соты естественно наша огромная гигантская планета не является исключением то есть она имеет настолько гигантские размеры что наш человеческий мозг с большим трудом это может представить очень такое упрощенная модель если мы возьмем муравья и поместим на тело кита муравью будет очень трудно определить масштабы этого скажем так огромного существа а вообще пропорция слабый привел кит и муравей это еще слабое соотношение я бы допустим бы чтобы более больше понять и гигант насколько наша планета гигантская я бы все-таки взял бы инфузорию туфельку или эмблему зеленую и поселил бы на спину кита и вот тогда уже приблизительно в этом ракурсе мы можем это я в инфузории туфельку естественно вмещаю человека и вот человек инфузория туфелька вот на вот этом огромном животном вот что-то приблизительно это можно еще уменьшать как микроб да ну даже скажем так пошутим микроб микроба бога вот тогда уже будет вот микроб микроба это самый идеальный вариант значит классика жанра то есть ничего военного мало того что земля в миллиарды раз больше так она еще многослойная как пирог наполеона то есть идет слой земли это тесто допустим идет слой крема это океан и таких слоев огромное количество мне часто задают вопрос скажите вячеслава каких же она действительно размеров действительные размеры невозможно привести по той простой причине что планета это живой организм и планета постоянно растет если миллиарды лет она была допустим но я утрирую с горошину это просто фигура речи то сегодня она уже с футбольный мяч а завтра она будет там я не знаю там со слона пример вот поэтому и также растет космос но в космосе наша планета опять же будет являться даже не микробами даже ночью скажем так вселенная она бесконечна матрешка в матрешке ну я все-таки больше для нашего человеческого понимания на определенных уровнях я это называю змея проглатывает свой хвост то есть в некоторых роликах я уже обозначал как происходит жизнь нашем мировом океане на фитопланктоне китах то же самое происходит и во вселенной то есть благодаря китам огромным чудовищем нашем океане зарождается фитопланктон благодаря фитопланктону питаются маленькие рыбки этими маленькими еще побольше и так далее и еще огромными рыбами питаются касатки и кашалоты которые опять выделяют фитопланктон благодаря которому появляется маленькие рыбки так далее то есть вселенная она зациклена причем она зациклена вот эту знаете пресловутую восьмерку перевернута которая называется знак бесконечности ну или 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 как то так но в любом случае она это имеет как в одном ролике в ролике предположил это хороший замечательный исследователь сказала может быть наша земля плоская движется до бесконечности нет вселенная не терпит плоскости мы чтобы легче понимать как улице лены мы можем понимать на нашем уровне то есть мы знаем что в природе не стал и и стулья плоскими как говорится не растут то есть ровные формы даже шестигранники те которые я обусловил что они имеют шестигранную форму они безусловно и имеет шестигранную форму но самый идеальный вариант как они вот уголки эти не очень острые мы берем любую клетку живого организма смотрим под микроскопом вот приблизительно точно также выглядят шестигранники в этой соты плюс ко всему еще хочу добавить что даже в нашей соте только в одной находится несколько миллионов параллельных реальностей то есть рядом с нами происходят буквально события разного порядка пока все какой еще будет вопрос добавить что размеры земли вот громадные вот это вот как бы тема пересекается с тем что по великой концепции ее называют как бы не планеты почему-то планетарной системы на 4 миллиарда миль состоит из девяти островов каждый остров поделена 7 секторов вот получается самый маленький остров он как бы только отдаем маленькая часть это вот то что тот мир который мы живем я даже скажу добавлю важный момент по помощи по поводу этих вид это нам еще я вам скажу чудом повезло и сохранила чудом повезло что сохранились эти рукописи дело в том что индийские виды и славяно-арийские и скандинавские мифы и легенды в которых тоже описывается тоже тождественная ситуация как и в низких видов что есть дерево там соты земли медгард удгард и так далее они дошли до нас выскаженном уже видит то есть даже читая индийские виды они уже были переписаны то есть мы не читаем оригинал если бы нам бы довелось бы почитать оригинал то уверяю оригинал бы не противоречил то что о чем я постоянно говорю как раз то в оригинале полностью в деталях описывается и дополняется то что я сообщал очень познавательно я забыл как это в индийских видах книга называется есть такой лектор леонид фамилия у меня все время на т.д. леонид обидеться если я скажу тугутов вот и он подробно рассказывает про другие соты но так как в книге была допущена важная неточность соты а тугутов это называется да 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 тугутов его фамилия ну вот он подробно рассказывает как рассказывать то чтобы ему посчастливилось выучить это то естественно не делится соображениями если это сейчас идет запись я всегда подчеркиваю что мои знания не берутся из земных библиотек не берутся из интернета мои знания причем всегда настаиваю пожалуйста проверьте попробуйте какая-то уважаемые слушатели зрители найти то что я озвучиваю в земных библиотеках а самое главное что мне постоянно говорят что я не первый найдите кто был первый невозможно найти я просто знаю что этого человека за последние 200 лет нету который бы это все рассказывал потому что сейчас искажено знания искажены как-то устал ты через столько мог прошло что уже не знаем где правда или нет ну максимально истинное положение вещей конечно полностью строение вселенной нам муравьям не обязательно знать но то что пересеча антарктический круг мы окажемся в абсолютно новых землях это должен знать каждый же как говорится школьник каждый ребенок это истина которая как мне кто-то пошутил понравилось в комментарии что опровергать знания котлярова это рамцы сильно чтобы проверять истину ученые только недавно выяснили что есть ветра которые имеют сотовую форму о как и вот эти ветра необычные они прилетают бермудский треугольник и поэтому бермудском треугольнике гибнут корабли и самолеты а те кто не смотрел ролик тайна бермудского треугольника раскрыта посмотрите я там если в двух словах сообщаю что это гибель сам самолетовых кораблей в девяносто восьми процентов случаев это человеческих рук дело собственно как и все землетрясения это человеческих рук дело цунами торнадо тайфуны это тоже в девяносто восьми процентов человеческих рук дело общие при принятые признанные наши стихийные бедствия девяносто восьми процентов это человеческих рук дело так ну что еще можно вот например земля она получается состоящая из ячеек но на большей степени она состоит из большого количества воды так значит по умолчанию несколько миллионов лет назад наша сота была полностью земляная поверхность полностью на ней не было ни морей ни океанов определенном этапе в нашу соту соседних ячеек ради полезных ископаемых прилетела высокоразвитая цивилизация условно даю им название ковачи которая по сей день трудится то что мы видим появились моря и океаны это все и их титанический труд буквально мы приносном смысле это титаны это киборги это терминаторы в своего рода то есть они не знают ни сна ни отдыха они как круглосуточно вырабатывают нашу землю забегая вперед вся поверхность нашей соты если мы не остановим их ковачи но мы основных захватчиков не смог не можем пока остановить а ковачи это будет вообще проблематично останавливать вся наша земля превратится водную гладь и как я всегда подчеркиваю фильм водный мир с кевином кёснером не будет казаться таким фантастическим вся фантастика не фантастика дело в том что есть ячейки где ковачи поставили жирную точку в ее выработке и появилась водная поверхность там полностью благодаря тому что они так интенсивно трудились вот представьте полный пласт земли и они естественно начинают на на этой земле один контур обозначили 2 3 4 после обозначения этих контуром у нас перед нашими рядовым взором обозначаются материки таких материков в истории было очень большое количество многие материки дошли до нас это даария пацифида ударе еще по моему гипервария называют континент мо лемурия легендарная антлантида это не вымысел все эти континенты пошли на дно следующий континент который пойдет на дно в ближайшие годы может 200-300 лет а может и раньше это америка на данный момент если мы посмотрим на америку в разрезе то это перевернутая пирамида даже мы людям если долбанем поэтому перед перешейку всем ядерным арсеналом которые у нас есть он переломится и континент пойдет на дно нам добить долбить не нужно ковачи работает и днем и ночью полезные ископаемые они вывозят соседние соты раньше они немножко поступали по-другому отходы как мы знаем есть сайт асгард и автор этого сайта сообщил нам что вот эти гигантские пеньки это остатки гигантских деревьев но во первых я высота купола не позволит такому гигантскому дереву расти это раз вот а во вторых я уже в том ролике сказал своему что тайна кремниевых лесов раскрыта что это из гигантской скажем так условно назовем мясорубки бетонной выливался бетон фарш который заставал в воздухе в виде сот то есть они в начале отходы просто скидывали у нас как кучки это скажем так хлоп 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 сейчас отходы они аккуратно сбрасывают в основном они сбрасывают в пустынях собственно за счет этого и пустыне и появились на самом деле то есть нам ученая даже современная наука говорит пустыня сахара каждый год увеличивается там на километр мы теперь с вами уважаемые слушатели зрители знаем она увеличивается на километр только потому что из на океана подымать землю и у них технологии настолько уникальны что они эту землю умудряются высушить до состояния песка и высыпать высыпать так сказать в это пустынях вот поэтому все что мы видим это все полностью и материки даже помните как я в самом первом свои ролики пошутил 25 апреля этого года что я не знаю честно кто выкопал черное море не то что его выкопали это однозначно яркий пример аральское море которое также была выкопана которая погибла вот высохла потому что она была искусственно все искусственно вот я пока все жду вопрос а